Йоу! Всем привет, друзья! С вами Нельфгорн и сегодня я вам покажу вот этот вот вертолётик и мои разработки, так скажем, по вертолётостроению. Но для начала поставьте лайк, потому что набирая 200 лайков я сажусь и начинаю делать новый видосик практически сразу, потому что всё зависит только от вас. 200 лайков под этим видео, ваши комментарии, ну и всё это мне очень нравится. Так что давайте сначала, перед тем, как я покажу этот вертолёт, я покажу вам название, которое я выбрал для этого монстра. И название этому монстрику, этому летающему зверю, этому здоровенному, блин, бегемоту, который летает, я дал от названия Марины Юнусовой, которая назвала и придумала название «Тёмный Альдебаран». Вот очень, вот я даже говорю «Тёмный Альдебаран», у меня аж мурашки по коже проходят, потому что, ну, название и само по себе звучит очень эпичненько. И при этом, при всём есть, как сказать, расшифровка названия «Тёмный из-за цвета», а «Альдебаран» — это самая яркая звезда созвездия Тельца. И, ну, как-то, знаете, мне понравилось, то есть «Тёмный», ну, понятно, что «Тёмный», и реально же он, как в небе, самое яркое созвездие. Он просто, этот самолётик не маленький, и, чёрт возьми, очень-очень его легко заметить, потому что он реально яркий в небе. И дам я ему название «Тёмный Альдебаран». Название потрясающее, ребят, придумывайте название, потому что для следующего устройства мы тоже, точнее, я тоже выберу название из-за вами предлагаемых. И, кстати, можете ещё предлагать какие-нибудь устройства, которые вы бы захотели, ну, так сказать, увидеть, если бы я бы их построил. Предлагайте свои варианты, предлагайте различные варианты, потому что мне всё интересно. Не всё я и реализую, потому что, ну, как сказать, знаете, понимаете, фантазии типа «Построй самый гигантский самолёт, который затмит небо». Ну, типа, можно, конечно, платформу сделать, которая будет летать, мне кажется, но вот будет ли она, как бы, красивой, ну, не знаю. В общем, ладно, давайте покажу, что сегодня я для вас приготовил. Ну что же, давайте перейдём к нашему вертолётику. Вот такой он вертолётик. У него не очень много пушек, я сейчас объясню почему, точнее, даже покажу. Постарался его максимально похожим сделать на вертолёт. Надеюсь, у меня получилось, но это такой, знаете, ховеро-вертолёт, вот так его я бы назвал. Потому что бокового вот пропеллера, да, винта, его нет здесь, потому что... В чём проблема вообще? В чём проблема вот этих вертолётов, да, в игре Терротэч? Нету нормального управления. То есть, есть кнопка для полёта, и она всего лишь одна. Когда мы её зажимаем, работают все турбины, которые предназначены для полёта. То есть, все винтовые турбины, винты, там, пропеллеры, всё это начинает работать сразу, одновременно. И то есть, нельзя настроить, допустим, одну кнопку на одни винты, другую кнопку на другие винты. Тогда бы было вообще просто идеально. Тогда можно было бы делать какие-то огромные 4-х, 20-ти винтовые устройства, ставить с боков винты и отдельно ими управлять для поворота. Здесь же, если мы повернём, ну, логично же, вот этот вот роторный винт, да, ну, то есть, вот этот винт, если бы мы его поставили вертикально, то логично бы, что он бы нам как раз-таки давал тягу влево, поворачивал наш хвост влево или вправо, и это было бы идеально. Но здесь такого не позволительно, потому что, когда я начинаю включать двигатели все, то есть, он несёт его в одну только сторону, то есть, в ту, в которую направлены стрелки. Как же поворачивать вертолёт? Здесь есть в игре, то есть, вот такие вот, допустим, вот такие вот устройства, 5-осевой ховер и вот такие вот, поворотный ускоритель. Вся фишка в том, что они слабые, что они не могут поворачивать прям, ну, знаете, массу огромную. То есть, чтобы поворачивать быстро, чтобы поворачивать удобно, нужно строить что-то компактное. Потому что, если чуть больше веса нормального появляется, то этот разворот у вас затянется, ну, просто, ну, как бы это сказать, попроще, ну, на века. Вот так вот. Потому что, по-другому, реально, ну, я не представляю, что нужно сделать, чтобы повернуть как-то покруче, то есть, побыстрее. Так, давайте, знаете, что для начала я сделаю? Я... нет, нет, вот не получится, не получится издалека. Давайте возьмём задание. Прямо вот так вот все задания берём, и мы сейчас какой-нибудь, допустим, вот это вот, к примеру. Нет, 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 нет. Вот это вот задание давайте попытаемся его выполнить, ну, чтобы были цели, в кого стрелять, хотя сейчас есть тоже, в кого стрелять. Давайте же покажу, как он летает. Взлетает он практически вертикально, ну, вот практически, как видите. То есть, поддерживать высоту можно довольно-таки, ну, такими нажатиями, да, то есть, ещё один минус управления, ещё один минус, как бы, управления вообще любым вот этим устройством. То есть, если вы чуть-чуть отпускаете, то оно сразу падает. То есть, нельзя зажать кнопку и, ну, как сказать, нажал, и она как бы работает. То есть, винты работают, допустим, выставил бы какую-то высоту, и они бы работали на этой высоте. То есть, уже набирав или падая, то есть, ну, с той скоростью, с которой возможно. То есть, набирая высоту с той скоростью, на сколько винтов поставлено. Это было бы идеально, но здесь не всё так просто. Приходится вот такими рывками, так сказать, держать наш вертолёт на одной, так скажем, высоте. И при этом, при всём, я постарался так сделать, чтобы он не пролетал. То есть, понимаете, вот я сейчас постараюсь на одном месте держаться, да, то есть, у нас стоит 4 курсовые ракеты и 3 установки ракетные Вентуровские. То есть, они более слабые, но они как раз-таки для боя ближнего. То есть, если вот нас будет атаковать кто-то, да, то есть, мы атакуем его ракетами Вентуровскими. Вот в данном случае, как видите, вот получается вроде, вот всё. То есть, или вот с такой бок мы тоже стреляем. Сейчас давайте добиваем, всё, отлично. Как видите, как видите, я добился нормального разворота. То есть, разворачивается довольно-таки успешно, то есть, разворачивается довольно-таки быстро. Единственное минус у этого вертолёта, вот на мой взгляд, это скорость, да, то есть, она небольшая. То есть, она небольшая, и это с одной стороны плохо, а с другой стороны, ну, как бы, ну, вот серьёзно по барабану. То есть я лично не считаю, что вертолёт должен был летать быстро Но, также, если бы можно было бы настраивать кнопки И настраивать их правильно То есть настроить какие-то двигатели, которые бы летели бы вперёд Допустим, ну, двигали наше устройство вперёд То можно было бы поставить её на отдельную кнопку и управлять Было бы потрясающе просто Но, к сожалению, разработчики вот решили иначе, совершенно иначе Не знаю, по каким уж причинам Почему у них нету такой возможности настраивать кнопки на какие-то блоки Или просто дать, как сказать Сдать изначально кнопки, которые будут отвечать за боковые двигатели Ну, к примеру Или что-то типа такого Давайте вот это задание проверим Заодно мне интересно Воу-воу, я так и знал, что это ловушка, но Хе-хей Ну, сейчас просто зависнем Пошли, ракеты, пошли, пошли, давайте То есть, понимаете, чем вентуровские удобные установки Тем, что мне не нужно как-то Объяснить это правильно Мне не нужно заходить на цель То есть мне нужно просто зависнуть над целью И в предыдущей серии я об этом говорил Что вот вентуровские, конечно, этим ракетные установки потрясающие Но сейчас мне просто приходится, понимаете Как-то держать высоту просто по параметрам То есть иду по приборам, грубо говоря Получается именно так Потому что я сейчас определяюсь Вот на подачку высоты То есть я стараюсь Больше 30, ну, не больше 30 метров быть Где-то на этом Так, давай, пошли Ракеты курсовые, по-моему, да, уже То есть быть примерно на этой высоте Стараться не спускаться ниже И также я стараюсь вот назад двигаться Назад, слава богу, у меня получилось Так сделать, чтобы устройство двигалось назад Добиваем Отличненько, отличненько Давай уже Все По-моему, все, да? То есть И мы можем забирать спокойно себе цель Ради чего мы здесь Чпоньк, чпоньк Чпоньк, чпоньк Ну, ничего нового нет Кстати, а вот этого блока у меня нет Идеально Я бы вот здесь вот белым поставил Но пришлось Использовать другой блок Ладно, мы рецепт записали Потом я их Накрафчу побольше Так, ну вот, в принципе Вот такой вот вертолетик Больше здесь я рассказывать ничего не хочу А хотя нет Давайте расскажу По поводу вот этих боковых винтов Точнее Как это? Осевой ховер Пятиосевой ховер Стоит спереди Шесть штук с каждой стороны Также стоят Еще вот здесь вот по бокам Это вот поворотные двигатели И немножечко Тут уже просто добавлено Чисто вот Ну так, на мой взгляд Так скажем Как видите Ничего лишнего Ни одного практически лишнего блока Да, здесь вот стоят вот эти вот Крестовины, да Кронштейн Здесь внизу тоже крестовины стоят Но это исключительно не оставил Просто для Облегчения устройства Вот так вот Можно было поставить В принципе батарею Здесь тоже батареи И вообще в принципе везде батареи Даже вот здесь вот можно было батареи поставить То есть лишних блоков бы вообще не было Но вот Как-то хотелось бы Чтобы этот вертолетик Хотя бы чуть-чуть выглядел симпатичненько И я добавил здесь крылья Вот эти вот пластины Которые закрывают Но Я добился того, чего хотел Добился такого Грамотно поворачивающего Вертолета То есть который И двигается вперед хорошо И атакует И разворачивается И То есть ну То есть нормально То есть у нее и батареи нормально Чтобы удерживать Какие-то такие Атаки Которые Идут Снизу Да То есть Есть залп Еще один Сдаем назад Потихонечку Чтобы оставаться На Оставаться Вот на этой На этой Как сказать Прямой что ли Атаке Или как-то так правильно Конечно Мы можем приземлиться В принципе Но Мне это не нужно Потому что По-моему Все Он взорвался Вот так Маленькие Ховеры Или как-то Разворотные Вот эти двигатели Они очень Медленно Очень слабо Разворачивают Поэтому Собственно говоря Я решил сделать Маленькое устройство Но Очень-очень стабильное Надеюсь Оно вам понравилось Потому что Я вложил в него Немало Времени И не один день То есть У меня было Несколько попыток Я создал Несколько устройств Сразу скажу То есть Сначала одно Мне не понравилось Я чуть-чуть Побольше его создавал Потом поменьше Потом еще И вот Таких вот вариантов Было очень-очень много То есть Блин 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 Ну вот Я только сейчас настроился Вроде правильно приземлиться И меня сбил Поэтому Если вам понравилось устройство То поставьте лайк Или Просто оцените Это устройство В комментариях Может быть Кто-то Получше создал Или еще что-нибудь Предложите свои варианты Может быть Я что-то Опа-па Опа-па Ну я почти приземлил Нет Нет Это не считается Давайте все-таки Пытаемся Вот Нет Опять Блин Вот сейчас вот будет проблема Опа-па Вот Все отлично Приземлились Платформа маленькая Поэтому тяжеловато Приземлиться Так что Предлагайте Свои варианты Может быть Кто-то что-то знает Какие-то тонкости Которые я не учел Или просто не знаю Или еще что-нибудь Надеюсь вам понравился выпуск Всем всего Удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok